Короче говоря, зависим от музыки. Это был четверг. Я встал, включил музыку, начал застилать постель. Я завтракал и слушал классику. Умылся и слушал тяжелый металл. Сидел в туалете и слушал русский рэп. Я слушал музыку, пока слушал музыку. Стал замечать, что без музыкального сопровождения не обходится ни одно мое занятие. Я уже забыл, какие звуки издают автомобили. Как щебечут птицы. И как звучит мое имя. Меня это беспокоило. Я даже убавил громкость наушников. Необходимо решительно действовать. Но так резко бросать слушать музыку нельзя. Поэтому я пару дней ходил только с одним наушником. Затем бросил слушать окончательно. Наступила пугающая тишина. Мир стал серым и унылым. Я шел по улице и у меня заплетались ноги. Потому что я привыкатив такт музыки. Кое-как дошел до дома. Решил отвлечься и поиграть в компьютер. Но там тоже играла музыка. Я выключил звук. Но было ничего не разобрать. Включил субтитры. Они были на французском. Блин, надо с этим что-то делать. Начал учить французский. Выучил. Поиграл. Но все равно чувствовал, что чего-то не хватает. Все вокруг мне напоминало о музыке. Наушники. Музыкальный центр. Гитара. Фа-соль. Потому что фа и соль это ноты. Надо от этого избавляться. Нашел в интернете объявление о помощи людям, зависимым от музыки. Позвонил в контакт-центр. Вместо гудков звучала идиотская мелодия. Наконец ответил специалист. Я описал свою проблему. Мне сказали, что это типичная ситуация, которая вылечивается за один сеанс. По всей видимости, это серьезная организация. Сказал, что скоро приеду и предупредил, что мне нельзя слушать музыку. Прибыл на место. Мне открыли дверь. Там играла какая-то песня. Я напрягся. Понял, что это Ольга Бузова. Я расслабился. Передо мной стоял специалист. Представился Робертом. Я вошел в кабинет. Специалист сказал, что знает, как избавиться от музыкальной зависимости. Привязал меня к стулу. И начал читать рэп. Это было ужасно. Через несколько часов процедура закончилась. Состояние было отвратительное. Я скорее расплатился. Приехал домой и лег спать. Проснулся. Удильник сработал уже давно, но я его не слышал. Видимо, крепко спал. Включил телевизор. По Муз ТВ показывали клипы. Но почему-то без звука. Я переключил канал. Тут звук есть. Это было странно. Взял телефон. Включил трек. Воспроизведение шло, но услышанное ничего не было. Понял, что процедура не прошла бесследно. И теперь я не могу слышать музыку. Я обрадовался. Ведь наконец-то избавился от музыкальной зависимости. Несколько дней я наслаждался свободой. Но в один из дней у меня внезапно отказал Пупок. Не то, чтобы мне очень нужен Пупок. Просто я привык, что Пупок мне никогда не отказывал. Я снова отправился в ту организацию с жалобой. Спросил, в чем дело. Мне сказали, что процедура имела несколько побочных действий. Через 5 дней отказывает Пупок. Через 7 начинает слезоточить пятка. На 10-й день становится слышен хруст в бровях. А через 2 недели человек впадает в кому. Я спросил, что с этим делать. Я вообще без понятия. Мы сейчас продвигаемся в другой сфере. Выращиваем желтые пионы. И делаем прикольные подделки из пластиковых бутылок. Короче говоря, зависим от музыки. Ну а пока я избавляюсь от веслощокости. У тебя есть время, чтобы поставить лайк и подписаться на канал. А также зацени предыдущие, короче говоря, на этом канале. Они выходят здесь каждую неделю. Спасибо за просмотр.